Привет! Как дела? Итак, сегодня рубрика «Вопрос от подписчика» и сегодня я отвечу на вопрос от моей постоянной подписчицы под ником 111222. Извините, я не знаю, как вас зовут, я знаю точно, что это женщина. И она задала вопрос на мой ролик из серии «Шотс», короткие ролики, где я показывала свой выпускной моего первого университета. О том, сложно ли было учиться в университете, сколько я платила за учебу в Лондоне, и какие предметы я изучала, и сколько по времени я училась. И сегодня об этом рассказ. Я уже успела рассказать в нескольких роликах об образовании в Великобритании, но в основном я рассказывала о своем последнем месте обучения, это University of West London, где я получила степень магистра в области бизнес-администрирования, то есть MBA. Если кто не помнит начало всей истории по MBA, какие у меня там были предметы и с какими трудностями я сталкивалась, начинайте смотреть вот с этого ролика и дальше там по ссылочкам переходите и смотрите. Очень интересно, я до сих пор сама смотрю и вспоминаю свои последние студенческие годы в Лондоне. О своем первом университете я рассказывала совсем чуть-чуть, как я поступала в него, какие документы там нужны, сколько стоит обучение и так далее. Если кому-то интересна эта информация, смотрите в этом ролике. Ну а сегодня, так вкратце повторюсь, сколько стоит обучение и какие предметы у меня там были, уже расскажу по полочкам, что мы изучали в этом университете. Итак, поехали! В университет London Southbank University я поступила в 2014 году после трех лет изучения английского языка. О том, как я изучала язык и с каким минимальным уровнем я приехала в Лондон, чтобы остаться в нем, чтобы жить там, я тоже уже рассказывала. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. В общем, английский мне давался с трудом и в конечном итоге я сдала IELTS на нужный балл. IELTS это экзамен по английскому языку, сертификат которого проходит на обучение в британский университет. Про IELTS я еще не рассказывала, надо рассказать, я помню об этом. Но пока нет возможности, нет настроения, потому что это был очень сложный для меня период сдачи этого теста. Ну я уже рассказывала про TOEFL, это американский экзамен, он тоже в свое время проходил в Лондоне, но сейчас работает только IELTS. Если кого интересует TOEFL, смотрите в этом ролике. Итак, поступив в университет на курс фильммейкинга, конкретно мой курс назывался Digital Film и Video, я училась три года и каждый год составлял по два семестра. Годовую оплату за обучение я вносила в начале каждого учебного года, и мой курс стоил на тот момент 10500 фунтов стерлингов, что в переводе на рубли, так как меня попросили рассказывать в рублях, это было 1 миллион 50 тысяч рублей. Один год стоит 1 миллион 50 тысяч рублей. Эти деньги я зарабатывала сама. Первый курс мне, конечно, помогли и брат, и мама, потому что у меня еще не было хороших доходов. А второй и третий курс я полностью оплачивала сама, потому что я могла накопить такие деньги, несмотря на то, что я в общей сложности получала где-то 10-11 тысяч. Но я платила не 10500, а всего лишь 9 тысяч, так как у меня был спонсоршип, я даже не знаю, как это перевести, в общем, спонсорство от университета, которая понимает, что вот этот вот взрослый студент, а мне на тот момент было уже 33 года, и университет понимал, что у меня есть образование, и я иду не просто так вот попробовать что-то, а целенаправленно иду получить британское образование и закончу университет. То есть взрослым студентам после 25 лет спрашивайте, университеты часто дают такие скидки, которые называются бирсери. Бирсери спонсоршип или что-то такое. А также в London Southbank University была такая система, что ты можешь платить единовременно в начале года, если ты оплачиваешь всю сумму разом, то тебе дают еще и скидку 5%. То есть в итоге я должна была заплатить за минусом вот этого спонсорства 9500, это 950 тысяч рублей. А так как я платила в раз в сентябре, то мне давали скидку 5% и там получалось 500 фунтов, то есть мне еще скидывали 50 тысяч рублей. И получалось так, что ежегодно я платила по 900 тысяч рублей за курс. У нас было 3 года, то есть 3 курса. И сейчас я вам расскажу по предметам, что мы изучали на первом, на втором и на третьем курсе, и вообще, какой диплом по окончании я получила и кем я могу быть благодаря этому образованию. Я даже сегодня приготовила компьютер, чтобы конкретно пройтись по моему плану учебы, который у меня сохранился. И тут написано, какие у меня были предметы прямо за каждый год. Сейчас я вам их сочетаю, потому что я сама уже название не помню. Ну вот написано. Значит, первый год. Это у нас первый семестр был видеопортрет, видеотехнологи и документрии. То есть, в первом семестре нас обучали, как создать портрет человека или какого-то помещения, или какого-то места. В общем, описать... Ну, как бы, mediating me это называется. То есть, представить что-либо в миде. Это сложно сейчас объяснить, но об этом предмете я уже рассказывала. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. И вообще, ищите ролики на моем канале об образовании в Великобритании. Есть уже какие-то рассказы о том, как я училась в Лондоне. Видеотехнологи очень сложный был для меня предмет, потому что там мы изучали видеокамеру, цифровую видеокамеру изнутри. И буквально с первого урока, когда я пришла, и педагог писал что-то на доске, все вот эти технические слова, которые я никогда не использовала в своей речи, а так как английский я только-только выучила, всякие ISO, Shutter Speed и тому подобное, я даже не знала, что это такое на русском языке, а тут он еще все это на английском. Я просто буквально все списывала с доски, что он писал, и пыталась понять на уроке, вот как-то он что-то объяснял, если ISO будет там 8, то надо сделать вот такое освещение. В общем, было очень тяжело, именно в плане техники. И нам давали какие-то камеры, которые мы на уроке изучали, пробовали, и потом при помощи них снимали какие-то фильмы. Ну, об этом я, наверное, позже буду рассказывать, может быть, даже про каждый урок отдельно, потому что все в раз я не смогу вместить в это видео, а просто по-быстренькому расскажу, как и что, какие предметы у нас были. Ну, о документах был мой любимый урок, потому что это очень близко соприкасалось с той деятельностью, которой я уже занималась в Лондоне с моим репортерством. То есть документальный фильм – это фильм о каком-либо событии, человеке, месте, что-либо происходящее, которое происходит сейчас или было. В общем, реальные события о чем-нибудь. И нас учили, как делать такие документальные фильмы, как делать рассказы о реальном. Второй семестр у нас было тоже три предмета. Вообще мы обучались очень мало в университете, то есть у нас было всего три дня обучения, полных дня. Это, допустим, я уж не помню, там все время по-разному, понедельник, среда и пятница. И даже не три полных дня, а два с половиной мы учились. В понедельник полный день, с десяти до пяти, среда с десяти до пяти, по две пары, по два предмета. То есть, например, с десяти до часу мы учились на документрии, с двух до пяти мы учились на видеопортрет. А в пятницу у нас была одна пара одного предмета. То есть всего пять предметов мы проходили, как, ну, там оно менялось, в зависимости от расписания. И вот во втором семестре мы изучали такие предметы. Video Journey, то есть путешествие, Lost in Space называлось, путешествие в пространстве. То есть мы изучали, как снимать пространство, как показать какие-то там шорохи, звуки, в общем, все эти features, как это называть, особенности того или иного помещения, того или иного места. Об этом тоже буду рассказывать попозже. Второй предмет у нас был Editing и монтаж. Именно на этом предмете мы изучали программу Adobe Premiere Pro, как делать монтаж, как из файлов составлять целое видео, целый фильм. И Convergence Culture был такой предмет. Это теоретический предмет. Вообще мне не нравился, потому что лектор просто, мы ходили на лекции, и он просто зачитывал всю, ну, такую грузную информацию, которая нам, в принципе, не нужна была. Что это за предмет? Это как соединять несколько видов искусства в одно целое. Там мы писали в основном эссе, как бы вообще по всему курсу мы в основном делали фильмы. То есть это больше такой практический фильм был. Вот мы что-то изучили, и должны были на оценку сделать фильм, плюс написать небольшое эссе, что мы имели в виду под этим фильмом, какие там использовали моменты, какие фишки и так далее. А теоретических предметов у нас было 2-3 штуки. И вот теорию я, конечно, вообще не любила. Было сложно именно с английским языком. С режиссерской стороны, со стороны оператора, с съемки и так далее, это для меня все было легко. Я все это уже умела делать. У меня режиссерское образование самарское за плечами. То есть я была организатором массовых мероприятий, а тут просто всю эту режиссуру перенесла в организацию съемки фильма. То есть для того, чтобы создать из каких-то моментов что-то единое целое, для меня не было проблемой. Но проблема была вот именно понять, на какую кнопку нажать. мне говорят там, допустим, включи фотоаппарат на такую вот и что-то по-английски. И я не понимаю, что вот это было сложно. Но потом со временем я изучила как бы название всех кнопок, название всех нюансов, там оттенков, цветов, каких-то там, допустим, был у нас такой предмет, к нему я попозже перейду, звук в фильме. И там там погремушка, там шорох и так далее. Мы не изучали вот такие вот оттенки звуковые, цветовые и так далее в английской школе. И поэтому каждое слово для меня практически было новым. Вот в этом плане, в плане английского языка, мне было тяжело, потому что английский я вот-вот только-только выучила. Но зато благодаря вот этому курсу я продвигалась дальше в изучении английского языка, и у меня появились новые английские слова, которые я уже тоже стала использовать в своей речи. Вообще, английский язык я постепенно, благодаря каким-то моментам в моей жизни, изучала и, в принципе, уже набрался такой достаточно большой словарь, которым я могу оперировать сейчас. Про английский тоже буду как-нибудь рассказывать. Мы изучаем слова так, а они, допустим, одно слово применяют только вот в этой ситуации, и другое слово только вот в этой ситуации. И если ты скажешь вот так, они тебя могут не понять. Хотя слово ты скажешь правильно. Ну, про английский, да, попозже. Итак, второй год, первый семестр, мы изучали narrative short film. Мы изучали screenwriting, это называется, и research. То есть, как сделать research, то есть, изучение того вопроса, на тему которого ты снимаешь фильм, и внести всё, что ты нашёл, все нюансы, все моменты того или иного фильма, в скрипт, то есть, в сценарий. Ну и после этого сделать production, то есть, воплотить свой сценарий в фильм, в жизни. И это у нас заняло два семестра, то есть, первый семестр нас обучали, как это делать, а второй семестр мы снимали фильм и пытались там как-то создать, чтобы всё было правильно. Второй предмет у нас был documentary short film, то есть, короткометражный документальный фильм. мы должны были в конечном итоге на втором курсе снять хороший короткометражный фильм на какую-то тему на 15 минут, где-то такой длины. И вот изначально нас обучали, как снять, как привнести. Ну, в принципе, то же самое, только в первом был narrative short film, то есть, фильм, который рассказывал суть идеи, а второй был такой документальный или социальный, у нас это называется, короткометражный фильм, который бы раскрыл человека, место или какое-то мероприятие в действии. Эти оба предмета были два семестра. А третий предмет в первом семестре был синематография, то есть, кинематография. Как сделать картинку красивой, как настроить правильно свет, чтобы там лучи падали на заднем фоне, как высветлить лицо, сделать его четким, а на заднем фоне, чтобы все это расплывалось и так далее. Во втором семестре синематографии, то есть, кинематография, сменилась у нас, опять же-таки, теоретическим предметом, который назывался collaborative project. На этом предмете мы изучали, как, ну, больше, наверное, маркетинг, как рекламировать, как создать какой-то piece of art, то есть, вот именно из той серии, что я вам рассказывала про современное искусство, что нынче в моде, какие там делают звуковые, световые инсталляции, чтобы что-то прорекламировать, чтобы что-то сказать миру. И нас всех вместе, всем потоком соединили не только мой курс был, но также и маркетинг. Ну, в общем, все, кто на моем курсе учился на нашем факультете creative arts, то есть создание искусства, наверное, так это можно перевести. В общем, я попала в группу к двум, даже к трём людям, с которыми я вообще никогда не была знакома, и мы делали какой-то свой performance, своё представление, и я снимала это на видео, и мы это тоже так же описывали в эссе. Все абсолютно наши практические занятия мы должны были сдать ещё в качестве эссе, там тысячи или три тысячи слов, и это тоже очень сложно написать то, что ты делаешь там на определённую сумму слов, потому что иногда ты можешь рассказать о том, что ты сделал очень много, и это будет зашкаливать. А у тебя только ограниченные рамки. Или наоборот, тебе нечего сказать, но тебе надо там что-то написывать и рассказывать, расписывать из того, что ты буквально там совсем чуть-чуть хотел бы сказать. Но об этом я тоже уже где-то рассказывала, и буду рассказывать именно, как писать эссе Великобритании. Абсолютно не так, как у нас. Ну, эссе — это курсовая работа, реферат. Сложно приспособиться вот в какие-то определённые рамки попасть. Но расскажу об этом попозже. И в третий год обучения у нас тоже было два семестра, и там уже в первом семестре было три предмета, а во втором уже два. В первом семестре, значит, мы изучали Advanced Independent Film and Video Practice, у нас так назывался предмет. То есть мы делали какой-то индивидуальный ресерч, то есть поиск информации на ту тему, о которой мы хотим снять свой финальный фильм. Если вы помните, я уже рассказывала, что я снимала фильм на тему терроризма, на тему вербовки женщин. И об этом я изначально в первом семестре писала такое достаточно большое эссе, что, как и почему, и даже ругалась со своим преподавателем, потому что он не верил, что женщины могут пойти в ислам только по причине любви. Но об этом я или уже рассказывала, но фильм уже существует на моём канале. Если хотите, поищите. Мой дипломный фильм называется. Там с русскими субтитрами вы можете увидеть мой финальный фильм. Ну, а о самом предмете, и как я искала информацию, и как я пыталась внедрить её в сценарий и потом снимать фильм, я буду рассказывать позже. И вообще, как снять фильм в Лондоне, это целая технология. Очень много проблем возникает, особенно у студентов, когда у тебя нет денег, у всех надо получить разрешение, ты не можешь снимать фильм просто так в Лондоне. Практически каждый кусок Лондона закреплён за какой-то администрацией. У кого ты должен спросить разрешение, могу ли я снять вот в этом месте фильм, а за это, как принято, нужно платить. Ну, о том, как я снимала свой фильм, я буду рассказывать. Если кому-то интересно почитать, уже около 10 статей на эту тему я написала в Дзене. Ссылочку на первую статью прикреплю внизу, в описании к этому ролику. Если интересно, пройдите по этой ссылке и дальше там проходите. Часть 2, часть 3, часть 4. Вообще, очень сложно снимать фильм в Лондоне. Я вообще даже не знала, что столько проблем может возникнуть при съёмке обычного фильма. Но об этом попозже расскажу. Дальше. Второй предмет у нас был research paper. Это, можно сказать, теоретический предмет. Туда никакого фильма не входило. И это было вообще на отстранённую тему, на тему изучения какой-либо проблемы, информации, вопроса. Я не понимала до конца, что именно от меня хотят. Не могла найти до конца тематику своей диссертации. И в итоге я пришла к преподавателю, которая у нас вела этот предмет, и сказала, я потерялась, я ничего не понимаю, я не знаю, что мне делать дальше. И она мне дала просто тупо тему по тому вопросу, что меня интересуют, мировые новости. И я сравнивала, как новости преподносят в Великобритании и как в России. Два сравнения шло у меня. И отсюда вот как раз тот вопрос, который меня постоянно до сих пор мучает. Абсолютно всё по-разному преподносится. Одна и та же тема с каждой колокольней. Поэтому я сейчас на новости сильно не обращаю внимания. У каждого своя правда. И в принципе каждый прав по-своему. Ну, информационная война, она до сих пор идёт. И просто старайтесь делать свои выводы из той ситуации, которую вам преподносят в новостях. Не всегда всё это правда. Ну и третий предмет, который у нас был в первом семестре, это Brief Lead Project. То есть мы по-быстрому изучили, как правильно ставить свет, камеру. То есть это в основном про свет в фильме. Как при помощи света сделать что-либо в фильме. Сделать устрашающее лицо. Или там, ну я не знаю, как-то высветлить человека. Потому что он несёт какой-то добрый посыл. В общем, очень много нюансов при съёмке фильма используется, о которых мы в принципе не догадываемся. Вот. Ну и также мы изучали программу Da Vinci, где мы меняли цветовую гамму при помощи компьютера. То есть мы сняли фильм, допустим, в тёмных тонах, но мы можем сделать это в жёлтом цвете или там в зелёном. То есть в итоге нас обучили от начала и до конца, как создавать фильм. И в 2017 году я получила вот такой вот диплом. Бакалавр of Arts. То есть бакалавр в искусстве создания фильмов. Потому что тут написано Digital Film Video. Мой курс назывался. И я закончила вот эту вот программу, которая обошлась мне практически в 3 миллиона рублей, с хорошей оценкой. Благодаря этому диплому я могу работать в Великобритании, ну и вообще во всём мире, в качестве режиссёра фильма, оператора фильма, звуковика, звукорежиссёра фильма, сценариста, продюсера, кастинг-директора, что там ещё, монтаж. То есть монтажёра, декоратора, ну и всякие мелкие специализации, типа ассистент-режиссёра и так далее. Вот такое вот у меня первое английское образование. И я счастлива, что я изучила именно тот предмет, который меня интересовал уже до жизни в Лондоне. И вообще просто вот эта вот видеография, это прямо моё-моё. Постепенно буду обо всех предметах рассказывать. Просто я так посмотрела. Не так часто смотрят мои ролики про образование в Великобритании. Я как-то это забросила, эту тему. Вот вкратце я так вот ответила на вопрос моей подписчицы. Надеюсь, эта информация кому-то будет полезной, ну или хотя бы интересной. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok